Привет, друзья! Вы на канале HardRessetInfo, и в этом видеоролике мы вам покажем, как настроить Telegram на любом Android-устройстве. Мы быстренько, максимально пройдемся по всем настройкам Telegram и посмотрим, как их настроить, зачем они нужны, и выберем наилучшие из них. Для этого мы заходим в Telegram, в левом верхнем углу нажимаем на три полоски такие, переходим в настройки. В настройках, во-первых, мы можем добавить какую-то фотографию на наш телефон. Давайте, например, я выберу какую-то красивую, вот такую вот, нажимаем на галочку. После этого я поставил себе фотографию. Дальше мы можем поменять номер телефона, написать имя пользователя, то есть здесь мы можем какое-то имя, оно свободное, и поэтому мы создаем себе такое имя пользователя, написать какую-то биографию о себе, это уже на ваш вкус. Дальше. Переходим к самим настройкам. Первая настройка – это уведомления. Здесь мы можем настраивать все уведомления, которые только можно на нашем, соответственно, телефоне. Мы можем настроить вибросигнал, выбрать его по умолчанию, короткий, долгий, только в беззвучном, или выключить вообще вибрацию во время звонков, а также изменить рингтон или добавить какое-то с вашего устройства, если у вас есть такое. У меня никакой музыки на телефоне, к сожалению, нет. Дальше. Хотим ли мы видеть счетчик приложений? Хотим ли мы видеть в счетчике сообщений чаты, у которых выключены уведомления? А также хотим ли мы видеть в счетчике сообщений число самих сообщений? Дальше. Здесь есть всякий звук, события, бла-бла-бла. Или мы можем сбросить настройки уведомлений к параметрам по умолчанию. После этого они будут восстановлены к стандартным. Дальше. Конфициальность. Довольно-таки интересный пункт. Здесь у нас есть черный список, то есть номера или контакты, которых мы добавили в черный список. Дальше наш номер телефона, то есть кто может просмотреть мой номер телефона. Последняя активность, то есть кто видит, есть ли я в сети или когда я последний раз был в сети. Если вы выключите этот пункт, то люди будут видеть, что вы были в сети недавно или давно, но не будет написано, когда точно. После этого фотография профиля, то есть кто может видеть мою фотографию профиля. Это также все, никто. Или выбираем, что хотим, кто может звонить нам. Кто может добавлять меня в группы. Дальше. Пункт безопасность. Мы можем поставить код-пароль на сам телеграм. После этого, когда вы будете заходить в телеграм, у вас каждый раз будет просить пин-код из четырех цифр. Дальше двухэтапная аутентификация. Это значит, что когда вы будете заходить в телеграм на каком-то новом устройстве, вам нужно будет не только номер телефона, но еще и пароль. То есть будут два вопроса. Первый это номер, а второй пароль. Дальше посмотреть активные сеансы, то есть на каких телефонах в данный момент есть еще данный аккаунт телеграма. Если ваш аккаунт телеграм есть на каком-то другом устройстве, то вы можете удалить его отсюда. Дальше. Боты и сайты. Здесь мы можем настроить контент официальные данные у ботов из сайтов. Также контакты. И настроить секретные чаты. Дальше. Выходим с пункта контент официальность. И заходим в данные и память. Здесь, если у вас телеграм очень много памяти занимает, вы можете нажать использование памяти и очистить базу данных. После этого ваш телеграм будет занимать меньше места. Можем еще раз очистить, но к нулю прям сбросить нельзя. Дальше у нас есть автозагрузка медиа. Вы можете включить, хотите ли вы. И также настроить ее, то есть во время мобильного интернета или всегда. Следующий пункт, самый интересный, это настройки чатов. Здесь мы можем полностью кастомизировать телеграм под нас. Мы можем изменить какой-то фон, выбрав из предложенных нам. То есть выбрать, например, вот такой вот крутой фон. То есть у нас теперь на нашем телефоне будет такой крутой фон. Мы можем выбрать узор или убрать его. Выбрать какой-то другой узор, выбрать интенсивность. То есть оставить на нуле или увеличить. Например, нажать на стрелочку здесь и отправить кому-то или применить данный фон. И нажать установить фон. Дальше у нас здесь есть цветовая схема всего телеграма. Вы можете выбрать любую, какую вы хотите, на ваш вкус. Также можем выбрать цвет нашей темы или выбрать по умолчанию. Это, конечно же, не по умолчанию, я случайно его выбрал. Ну, выбираем какой-то любой из этих, неважно какой. И переходим дальше. Это углы блоков с сообщениями. Как видите, здесь у нас настолько закругленный блок. Мы можем его сделать полностью круглым или сделать полностью квадратным. Также на наш вкус. Дальше список чатов. Он будет двухсрочный или трехсрочный. Смахивание влево в списке чатов. То есть мы будем сменять папку, добавлять кого-то в архив, удалять чат. Или закреплять его. Настройки темы. Здесь мы можем настраивать темы. И очень много разных интересных вещей. Давайте пробустим этот пункт. Думаю, с ними вы разберетесь сами. Дальше у нас есть пункт папки. Мы можем создать папку. И тогда у нас будет вот папки. Я создал только что папку работы. И у меня, например, есть две папки со всеми чатами. И здесь отдельно у меня есть папка с работы. Дальше возвращаемся. Заходим в настройки. И следующий пункт это устройство. Здесь мы видим на каких устройствах в данном моменте у нас есть этот телеграм-аккаунт. Мы можем нажать сюда и завершить какой-то сеанс. Или если вы хотите добавить себе новый телеграм-аккаунт на какой-то телефон, вы можете добавить его с помощью QR-кода. И последний пункт это язык. Здесь вы можете, как бы это странно не звучало, выбрать любой язык, который вас интересует. А мы будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их, конечно же, в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока.